И среди брюк, я уже говорил об этом в самом начале, у нас доминирует форма карат. И вот, собственно, пример этой формы в разных материалах, в разных цветах. Основные характеристики. Мы видим, что это, как правило, укороченные брюки, низкая точка сборки. То есть, они выглядят так, как будто они немножко присползли и штанина к низу немножко сужается. Если это довольно широкий вариант, часто снизу может появляться манжет, для того, чтобы улучшить посадку брюк. Получается, что вы можете даже четко по формуле определить. Меряйте линейка ширину штанины в сложенном варианте. Если это 17 см и больше, то с манжетом это будет смотреться лучше. Если это меньше 17 см, тогда, в принципе, допустим вариант и без манжета. Эта форма может быть как с стрелкой, так и без стрелки. Вариант со стрелкой сильно улучшает посадку. Но здесь, скорее, в целом, все зависит от полноты ноги. То есть, если у вас индекс массы тела единичком, то есть, грубо говоря, при росте метр восемьдесят вы весите от 78 до 85 килограмм, то значит у вас нога средней полноты и оптимально будет смотреться вариант без защипов, но со стрелкой. То, что мы видим на первой фотографии. Если у вас индекс массы тела больше единички, то, скорее всего, у вас нога довольно полная и лучше будет смотреться вариант с защипами. Если у вас индекс массы тела сильно меньше, то, соответственно, вариант без защипов и без стрелки на вас будет смотреться оптимально пропорционально. Ну, в целом, форма карат у нас универсальна и имеет воплощение в разных стилях, собственно, что мы видим на фотографиях. И основные цвета, основные оттенки брюк, просто как шпаргалка, напоминалка, это то, что может быть в вашем гардеробе. И это то, что актуально в течение последних пяти лет и в течение следующих пяти лет эти классические оттенки своей актуальности не потеряют. Темные, первые два, это те случаи, когда вы сочетаете брюки с парным верхом. Это те цвета, которые можно использовать в кожульном костюме, о чем мы говорили в самом начале. Слаксы на третьей, четвертой, пятой фотографии, это классические, опять же, варианты, которые можно использовать и с кожульными сочетаниями. Причем, если это средняя насыщенность цвета, как вот с арифковым и бежево-коричневым, третья, четвертая фотография, это можно использовать в сочетании и с кроссовками, и с футболкой сверху, и с спортивным верхом. Сочетание такой элегантности со спортивными элементами сейчас в тренде. И, в принципе, до этого много раз мы это встречали, чуть позже тоже будут примеры луков с такими сочетаниями. Если это совсем светлый цвет, как на последней пятой фотографии, то это тот вариант, который органично будет смотреться в сочетании, в первую очередь, с классическим элегантным кэжуалом. То есть, рубашка, пиджак, либо классический блейзер, либо классический джемпер, внизу замшевые туфли, либо лоферы, либо оксфорды, будут смотреться намного органичнее, чем кроссовки, к примеру. То есть, поняли разницу. Дальше идут шорты. Шорты в весенних коллекциях это прям отдельная яркая история, которую хочется подробно обсудить. В целом, шорты, как и бирюки сейчас, стали сильно шире, и поэтому наиболее трендовая, наиболее носибельная длина, это длина у нас до колена. Так они смотрятся максимально пропорционально. Причем, вот эта длина шорта до колена в сочетании с верхом, с длинным рукавом, почему я выделил весенние тенденции, потому что вот этот прием, шорты до колена, плюс верх длинным рукавом, свитшот, либо пиджак, либо куртка, это то, что делает визуально нас более высокими, и в целом делает верх более массивным. Если говорить о восприятии мужского силуэта, о трендовом восприятии мужского силуэта, то сейчас в тренде быть не подтянутым и перевернутым треугольником, а быть массивным, быть мощным, быть коренастым, если речь идет о неусоком росте, это выглядит максимально мужественно в контексте модных тенденций. И вот широкие шорты в этом плане, один из приемов, которые можно активно использовать. Причем для максимального эффекта лучше использовать комплектные сочетания, то есть когда у нас верх и низ из одного материала. Довольно легко можно сейчас найти свободный свитшот с такими широкими шортами во многих магазинах, во многих коллекциях, в многих брендах я уже такое встречал. Встречаются также и принтованные варианты, варианты с разнообразными вышивками и прочими элементами декора, про них чуть позже пару слов скажу. Среди трендовых весенних сочетаний также хотелось бы выделить сочетание шорт с плащами. В целом сочетание более коротких шорт с верхней одеждой это то сочетание, которое я очень люблю в женской одежде, потому что в женской одежде, когда шорты более короткие, это создает эффект более длинных ног и кажется, что ноги более открыты, чем они есть на самом деле. И поэтому для парней, если вы сочетаете шорты с верхней одеждой, я рекомендую придерживаться правила, что максимум, что мы можем себе позволить, это середина коленной чашечки, вот то, что мы видим здесь в двух вариантах. Потому что если они будут чуть короче, если даже полностью будут открывать коленную чашечку, снова же будет возникать вот этот эффект, когда ноги слишком открыты и мы показываем намного больше, чем нужно. И это не мужественный эффект, но при этом в такой длине вполне смотрится пропорционально. Помните про такую штуку, что иногда в сочетании с верхней одеждой, если плащ застегнут, это может создавать эффект эсгибициониста. Вот этот паренек, который прячется в парке и показывает свое голое тело прохожим. Поэтому только в том случае, если погода позволяет носить плащ нараспашку. Да и в принципе, если вы решились надеть шорты, то значит довольно тепло. Но в целом, я уже видел, кстати, несмотря на то, что Гиев сейчас на военном положении и мода только слегка проклевывается, я уже встречал парней даже при температуре плюс 12, плюс 15 днем в шортах, в широких шортах. Это смотрится довольно круто и именно в весеннем контексте, то есть не только когда летняя жара. И вот пример сочетания кожаных шорт с свитером сверху. Про кожаные шорты не буду сильно агитировать, но то, что шорты могут сочетаться даже с теплым верхом, вполне универсальная сейчас тема. Так, сейчас у нас получается по времени уже час я говорю. Так, я сейчас гляну на презентацию и сориентируюсь. Получается, что у нас остался еще довольно большой кусок по трендовым предметам. Тогда Сейчас я вам еще покажу кроссовки. И, наверное, на сегодня тогда закончим, а про яркие цвета уже тогда в контексте. В общем, сейчас еще про кроссовки немного, и тогда на сегодня закончим. Так. Есть? Так. Классические кроссовки, которые по дизайну могли не меняться в течение последних 30, либо даже 40 лет. Это те варианты, которые органично смотрятся как в кэжуале, но в кэжуале все-таки, если это те модели, которые мы видим на фото, хочется еще какого-то перца. То есть сверху либо футболка, либо куртка должны быть, либо яркого цвета, либо с каким-то принтом. В общем, это то, что мы можем назвать вот здесь нейтральным аксессуаром. То, что можно сказать универсально, потому что такие кроссовки можно представить даже в сочетании с костюмом. Но для чисто кэжуала немножко не дотягивает, немного не хватает яркости. В принципе, они универсальны и по типажам могут подойти абсолютно любому типу и могут подойти абсолютно любому возрасту. Также довольно много сейчас появилось моделей с намеком на какую-то технологичность, нестандартный дизайн, нестандартную форму, но при этом в черном цвете. Это прям отдельная тенденция вот такого типа Air Max в однотонном глухом исполнении. В целом, в подборке, которую вы сейчас увидите, черных кроссовок, скучных кроссовок не будет. Это максимально черные, которые можно сейчас носить, но при этом они обращают на себя внимание в силу дизайна, из-за того, что сочетаются у нас элементы разной фактуры, блестящие с матовыми, и вот эти вот довольно агрессивные по форме подошвы. Просто нейтральных черных кроссовок сейчас быть не должно, их быть не может, они не в моде, они не трендовые, непонятно с чем их носить, непонятно с чем их сочетать. И черные кеды тоже смотрятся не внеанахронично и смотрятся скучно. Поэтому чисто черный цвет в обуви, это тот цвет, который, я могу сказать, что вот этой весной можно избегать. Все сейчас немного должно быть напряжено в плане... В общем, градус оригинальности должен какой-то присутствовать у нас. Довольно много у нас присутствует кроссовок в светлом цветовом исполнении, с деликатными, аккуратными цветовыми акцентами, но при этом на толстой подошве, на толстой платформе. Это то, что оптимально смотрится в том случае, если у вас средний, либо невысокий рост. В целом, такие кроссовки часто могут и фактически добавлять 5-7 см к росту. Такие массивные платформы подошвы возникли, когда возникла необходимость визуально уравновешивать большой объем сверху. Они хорошо смотрятся в том случае, если у вас короткая верхняя одежда, если это бомбер, либо джинсовая куртка, либо широкая джинсовая куртка. В сочетании, к примеру, с косухами уже не смотрятся. То есть, широкая, короткая верхняя одежда, это тот предмет, которому оптимально подойдут такого типа кроссовки. Кроссовки, хайтопы с высоким верхом, тот вариант, который подойдет в том случае, если у вас довольно укороченные брюки, и в том случае, если вы выбираете лонглайн. То есть, удлиненные футболки, удлиненные рубашки, удлиненные свитшоты. Также хайтопы хорошо смотрятся в сочетании с верхней одеждой, длиной до колена, либо даже чуть ниже. Разнообразные плащи, парки с хайтопами тоже круто сочетаются. Помним о том, что хайтопы сами по себе довольно нестандартные, поэтому лучше отдавать предпочтение моделям, которые не перебарщивают с какими-то изысками в дизайне и в целом сдержанных в цветовом решении. То есть, в целом, хайтопы сами по себе уже достаточно заметны для того, чтобы не пытаться найти более оригинальные применения. Кроссовки с нестандартным дизайном, с нестандартной формой подошвы, какое-то вот такое плетение, напоминающее срез раковины, как на варианте номер 2. То есть, это бионический стиль. И вариант номер 1, это тоже такая бионика. Это могут быть агрессивные шипы, как вот на третьем варианте. Это может быть платформа, это могут быть дизайны, при котором создается впечатление, что съехала точка сборки и разные слои сошлись в хаотичном порядке, как на варианте номер 5. То есть, кроссовки оригинальные по форме, но при этом сдержанные по цветовому решению. Такие кроссовки подойдут в том случае, если вы придерживаетесь спортивного стиля, либо функционально-спортивного стиля, и сверху уже присутствует что-то яркое, что-то заметное. В том случае, если верх у вас нейтральный, но вы все же придерживаетесь этого стиля, кроссовки наоборот могут быть с более оригинальным принтом и более яркого оригинального цвета. Но при этом обратите внимание, что когда у нас появляется принт, дизайн у нас становится немножко проще. Получается, что для того, чтобы раскрыться, принту нужна определенная площадь, нужен определенный объем. Если перемельчить, то принт на мелких элементах, на мелких деталях смотрится всегда немножечко грязновато. То, что мы можем видеть на варианте номер один, где леопарда совсем чуть-чуть, он сочетается с металлизированными элементами, коричневыми, замшевыми элементами, получается немножко мусорно. Там, где, к примеру, на варианте номер два у нас принт доминирует, впечатление получается более чистое, более яркое. То есть, если у нас принтованные кроссовки, чем проще дизайн, тем лучше для принта. Вот оптимальный вариант номер пять. И принт не должен быть деликатным, аккуратным вкраплением, как на варианте номер четыре, потому что в таких случаях он выглядит слишком женственно. Создается впечатление, что это женская обувь. Ну и кроссовки ярких насыщенных цветов это супер тенденция. Причем, в прошлом летом в тренде были морковные и салатовые. Этим летом цветовая гамма расширилась и появились кроссовки ярких цветов. Не только однотонные, но при этом с использованием разных цветов и при этом даже с цветовым градиентом. Яркие насыщенные цвета и градиенты ярких цветов это супер яркая модная тенденция. Не самая носибельная, но тем не менее интересная тенденция разговора, о которой мы начнем, собственно, завтра на завтрашнем занятии. Ну что ж, на сегодня тогда мы с вами заканчиваем. Всем всего самого наилучшего. Всех люблю. Всем до встречи. Завтра в то же время. Еще пару тенденций обсудим. И я вам покажу капсулу для составления стильного весеннего гардероба. Все. На сегодня заканчиваем. Всех люблю. Всем пока.